здравствуйте друзья здесь демитков юрий сегодня еще об одной ситуации кризисной которая была в 2008 году в мире которая случается порой в разных странах и будет она у нас или нет решать вам итак кризис недвижимости кризис ипотечного кредитования который случился в мире в 2008 году я как всегда буду очень упрощенно расскажу в чем была суть в чем причины этого кризиса ну а вы уже комментируете и обсуждаете но я попытаюсь объяснить это максимально доступным языком и так смотрите есть какой-то банк очень очень надежный и он выдает ипотечный кредит для покупки жилья у них там 0 процентов первоначальный взнос совершенно спокойно можно было получить предположим он выдает ипотечный кредит под 100 тыс 100 тысяч долларов джону под 6 процентов годовых все хорошо но у них такие проценты были вот все хорошо вроде бы да что такое кредит для банка для банка кредит это актив потому что банк через какое-то время получит эти деньги назад и плюс проценты по кредиту правильно правильно раз это для банка актив то банк под обеспечение этого актива может взять деньги или ну да может взять деньги смотрите что делает банк но скажем так банк берет и выпускает какую-то бумагу ценную которая ну предположим называется жилищный сертификат и этот жилищный сертификат соответствует 100 тысячам долларов вот этого он обеспечен этим самым кредитом 100 тысяч долларов который взял у банка джон и по этому сертификату банк говорит мы будем выплачивать 4 процента годовых вот владельцу этого сертификата то есть смотрите банк берет у джона 6 процентов отдает 4 процента владельцу сертификата и получает все свои денежки назад которые он отдал джону и у банка сказать получается вот эти вот денежки и разница в процентах вот эти денежки которые он выручил за жилищный сертификат куда он может отдать он может отдать в кредит уже снова кому он может отдать в кредит но скажем майку майк берет кредит ипотечный по те же самые 6 процентов годовых банк выпускает жилищный сертификат на эту сумму и и продает его и обещает на жилищный сертификат 4 процента годовых выплачивать из тех процентов которые выплатит банку майк банк получает эти деньги назад ну и вы понимаете что ситуация дальше раскручивается в чем еще интересный момент в том что банк то очень солидный и и этому банку можно доверять это очень солидный банк у него triple-эй рейтинг от ведущих рейтинговых агентств что такое рейтинг triple-эй это значит что в этот банк в бумаге этого банка и могут инвестировать просто вот надежнее не бывает все 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 потому что это самые надежные бумаги triple-эй вы даже не представляете вот и могут инвестировать в том числе пенсионные фонды какие это делали вот и соответственно смотрите банк выпускает бумагу дает деньги потом на эти деньги выпускает так называемый дериватив сертификат на является деривативом под эти дескать сертификат он получает деньги и снова 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 и таким образом можно раскручивать вот эту вот ситуацию до бесконечности банк огромный он может выдавать деньги и он выдает деньги сначала в америке всем потом уже не вмещается уже раздает всем в мире банк огромный банк совершенно сумасшедший вот и что происходит происходит следующее когда ну уже всем раздали кому можно раздает уже всем подряд на самом деле и в том числе там сказать там то есть вообще искать пришел вася с улицы ему дали кредит сто тысяч долларов поднимал выпускает сертификат и привет когда нибудь это должно было лопнуть и это однажды лопнуло когда выясняется что очередной джон говорит а я не буду платить вот по ипотечному кредиту не могу то есть я живу в шоколаде весь таком в доме за сто тысяч долларов оплатить не могу ну что делает банк банк значит сначала терзает его долго пинает потом в конце концов выселяет и выставляет этот дом на продажу таких джонов оказалось очень-очень много процент невозврата в кредитов огромный и выясняется что вот эти жилищные сертификаты они оказывается раздуты они ничем не обеспечены они обеспечены кредитом которые выданы ну буквально бомжам регулярно ну как бы под конец уже вот так было понимаете вот и соответственно выясняется что за этими кредитами ничего не стоит эти сертификаты ничего не стоит люди предъявляют банку сертификаты ему платить нечем и соответственно кто-то должен грохнуться и в этом были замешаны крупнейшие финансовые организации вот крупнейшие агентства недвижимости были так фредди маки фанне не помню уже вот это крупнейшее агентство еще в эти сертификаты вложилась крупнейшая инвестиционная american investment group и ай джи это вообще крупнейшая корпорация американская и кто больше все преуспел выпуске этих сертификатов это финансовая группа лимон бразерс вот и кто-то из них кем-то из них надо было пожертвовать вот обама долго выбирал и выбрал что будет принесет жертву лимон бразерс потому что если ай джи то в общем сказать вообще караул вот в результате государство дало беспрецедентные кредиты вот этим организациям которые решила оставить а лимон бразерс решили обанкротить а так как лимон бразерс распихивал уже деньги кому угодно по всему миру то в общем эти деньги моментально обесценились и сертификаты обесценились которые вкладывали вообще весь мир поэтому все это привело к тотальному кризису да тотальный кризис это что такое еще вот эти все объекты недвижимости которые были проданы под эти вот ну в кредит взяты соответственно они выставляются на продажу на продажу вываливается огромное так число объектов недвижимости цены на них падают и уже те ипотечники которые вроде бы и хорошие люди они взяли кредит под ипотеку например под те же самые 100 тысяч долларов взяли под 6 процентов годовых а тут смотрят даже не такой же дом а лучше по параметрам можно купить на 30 процентов дешевле он говорит что это дурак что ли платить за этот дом когда я могу купить дороже дом и соответственно еще и дешевле и даже с учетом кредита и берут люди отказываются от уже взятых кредитов в пользу потому что цены упали и все это обвал полный у банков значит падают активы и так далее и вот это все привело к огромному огромному кризису деньги давались не только ипотеку ипотекой были обеспечены вот этими сертификатами они выдавались кому только они не выдавались поэтому вот это привело к обвалу всего ну и привело в результате к мировому финансовому кризису вот что я еще могу сказать где-то вот в тысячи в конце девяностых годов я был в америке я ездил в америку вот и поэтому у меня есть еще и личные впечатления от этого как бы всего то есть до 2008 года еще было далеко я приезжал по приглашению ну короче говоря американцы устраивали какие-то там курсы для того чтобы наладить связи с молодыми российскими бизнесменами один из которых я был как раз и поэтому то есть я ездил мы там какие-то посещали предприятия нашего профиля я занимался полиграфией поэтому я ну в типографиях там внутри был смотрел знакомился как они работают все это было очень интересно помните были теракты башни-близнецы вот эти вот рухнули да вот на одной из этих башен я был сверху я посетил посмотрел на Нью-Йорк сверху в то время вот суть не в этом суть в том что я когда ходил я щедро раздавал свои визитки направо налево и там был мой email так вот после того как я приехал сюда естественно мне тогда еще спамеры были вообще в силе и на меня шел просто дикий совершенно вал спама невиданный из Америки вот и смотрите я вам скажу так весь этот спам можно разделить вот только не смейтесь значит смотрите у для него вошли члены будет он стоять вообще как каменный это вот 30 процентов примерно всех писем еще 30 процентов титьки увеличим мне вот титьки увеличим так сказать будут вообще вот до любого размера и еще тоже 30 процентов еще 30 процентов дадим кредит понимаете то есть вот спам наравне с всякой херней скажем так вот все остальное 10 процентов вот все остальное там какие-то печенья там какие-то предметы одежды пылесосы и так далее вот спам был 30 процентов одно 30 процентов другое так сказать и всякая херня и 30 процентов кредиты я еще удивлялся что как это так вот кредит мне предлагают да приходи пожалуйста бери значит 100 процентов там одобрение и так далее ну понятно заманивают но это было вот буквально всем подряд предлагалось вы понимаете но еще в те времена грозит ли это нам но я думаю что вот ситуацию на нашем рынке недвижимости я расскажу в следующем видео а вы уже оцениваете грозит нам это или нет а сейчас поставьте пожалуйста лайк прокомментируйте что вы думаете по этому поводу на грозит нам этот северный зверек с этой стороны или нет вот ну а на сегодня все спасибо за внимание с вами был демитков юрий до встречи